Твоего ребенка избили, ну как, совсем не нужен он или что, я не знаю, как так можно промолчать. Я не собираюсь молчать. Любящая мать, требующая справедливости. Такой пыталась казаться Елена, когда мы приехали к ней летом 2020 года. Сразу после того, как в сети появились кадры, на которых толпа подростков избивает 13-летнего Ваню. Тогда Елена являлась его опекуном. Против четверых мальчик оказался бессилен. У ребенка диагностировали сотрясение мозга, проблемы с почками, он лежал в больнице. О резонансной драке говорили даже на федеральных каналах. И кому бы пришло в голову, что Елена, возможно, еще и сама поколачивает подростка. Он меня очень любит, ребенок, любит. По нему это видно, он все время и целует, и обнимает, и висит на мне постоянно. И он меня пытается не расстраивать. А вот могла ли Елена расстраивать ребенка, предстоит выяснить суду. Сейчас горе опекуна заключили под стражу. Ей предъявлено обвинение в истязании причинения физических и психических страданий. По данным следствия, с января прошлого по апрель нынешнего года в городе Камин-Наби обвиняемая истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. На протяжении длительного времени она избивала и оскорбляла ребенка, причиняя физические и нравственные страдания. Известно, что ребенок сам пришел в органы опеки и сказал, что в детском доме ему было бы лучше. Кстати, в семье воспитывалось еще двое детей, 10 и 14 лет. На всех опекун, естественно, получала выплаты. Как нам было уже известно, еще в 2016 году Елену Кондрашкину обвиняли в домашнем насилии над девочкой. Тогда ребенка изъяли из семьи. Женщине удалось избежать наказания, но даже после этого каменские органы опеки продолжали доверять Елене детей. Почему в камне на обид так легко распоряжаются детскими судьбами? Очевидно, что следователей уже заинтересовал и этот вопрос. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.